Так, ну мы запустили на одном тесте из двух, давайте на втором тоже запустим. Второй тест это просто один символ, довольно тест скучный. Но тем не менее давайте на нем попробуем. Вот, получили интересный результат, получили, что строчку можно закодировать длиной 0, а именно присвоить строчке A пустую строку и все заработает. Это, конечно, неправильно, и так делать нельзя. Давайте подумаем, из-за чего так получилось. Так получилось из-за того, что мы построили дерево из одного элемента. И ему, этому элементу, так как он корень дерева, присвоили код, равный пустой строке. Давайте попробуем это исправить. Ну смотри, действительно, такой частный случай, его надо отдельно обработать. Давайте здесь напишем один большой if. Это напишем, если у нас всего один элемент, то сделаем все по-другому. То мы этому элементу присвоим код, равный нолику, например. Давайте там дальше, где мы делаем биткод, там это сделаем. Здесь сумму присвоим, равной длине строки. Давайте сделаем два, ладно, давайте. И вот здесь сделаем еще раз. Не очень красиво получилось. Смотрите, так бывает. Бывает, что в какой-то частный случай из-за него приходится немножко портить красоту программы. Давайте проверим, что нацветно все работает. Ну вот, да, стало намного лучше. Теперь у нас есть код 0 у символа 1, и программа работает правильно. Давайте пробуем еще на какой-нибудь тест. Делаем строчку, например, AB. Да, они встречаются одинаковой частотой, можно одному сделать нолик, а другому единичку. Прекрасно. Если у нас, например, есть еще символ C, и их очень много, ну да, тогда символу C нужно присвоить код из одного символа, а A и B из двух символов. Получается 0, 0, 0, 1, 1. Все похоже на правду. Теперь давайте займемся тестированием на больших тестах. Ну, большой тест, так ручками не введешь, поэтому давайте его научимся генерировать. Давайте сделаем новый класс, который будет называться генерейт. Как обычно сделаем все так. Смотрите, что он будет делать? Он будет генерировать длинную строчку из маленьких латинских букв. Как написано в условии? Максимальная длина 10 тысяч символов. Давайте сделаем длину равную 10 тысяч символов. Теперь n раз мы выводим символ. Чтобы выводить рандомный символ, давайте сделаем рандомный генератор рандомных чисел. Прекрасный генератор рандомных чисел. Так, то есть облога плюс-плюс. Давайте выведем рандомный символ. Надо вывести для этого. А куда вывести? Давайте заведем printfractor. Который будет вводить в файл input текста. Прямо в тот файл, с которым мы потом будем читать. О, прекрасно. Так, мы в файл выводим рандомный символ. К сожалению, у класса рандом нет метода, который вводит рандомный символ. Поэтому мы возьмем рандомное число 26. Дальше прибавим это к символу A. Получим код символа равного букве. Все, что нам осталось, это привести это к чару. Довольно громоздкая запись. Давайте еще раз разберем. Смотрите, мы берем код символа A, прибавляем рандомное число 26, то есть от 0 до 25. Получаем код какой-то буквы от A до Z. И дальше этот код приводим к чару и получаем саму букву. В конце нужно не забыть закрыть за собой printfractor, иначе он не сбросит буфер, и у нас ничего не сохранится. Давайте запустим. Прекрасно. Посмотрим наш input txt. Вот получилась какая-то огромная строка. Давайте запустим на ней нашу программу. Вот видим, что она все сделала довольно быстро, кроме последнего действия. То есть она вывела все коды, но вот когда она собирала последнюю строку, и у нее заняло полторы секунды. Это довольно много. Давайте попробуем с этим побороться. Ну, при этом, чем с этим побороться, давайте подумаем, из-за чего так получилось. Смотрите. Вот здесь, когда мы собираем строку, мы каждый раз прибавляем к нашей текущей строке еще одну маленькую строчку. На самом деле, что происходит в Jaiu при этом? Она создает новую строку, копирует в нее старую, и еще вот эти маленькие дополнения. Поэтому каждый раз при этой операции у нас вся строка копируется целиком много раз. Поэтому вот этот цикл, на самом деле, хотя он выглядит таким маленьким, работает за n в квадрате. То есть он n раз копирует строку длины n. Чтобы такого не было, давайте, используя другой метод собирания строки, а именно класс stringBuilder. Смотрите, stringBuilder, как средство названия, это такой класс, который собирает строку. Он собирает ее более-менее с чего угодно. То есть он хранит то же, что мы делали в прошлый раз. Он хранит какую-то уже собранную строку, дальше к ней добавляет символы справа. Разница с обычной строкой в том, что он изменяемый. То есть обычная строка, она неизменяемая, ее нельзя просто так добавить. А в stringBuilder можно добавить в конец. Можно делать append и вот это вот. В конце, когда мы собрали готовую строку, надо сделать эту вот ту string. Получим результат. Давайте запустим. Ну вот, видим, радикально изменилось время работы. Было 1,7 секунды, осталось 47 миллисекунд. И все из-за того, что мы теперь более аккуратно собираем строчку в конце. Ну давайте, как и в прошлый раз, попробуем отправить на проверку. Для этого перенесем наш код в корневой пэккедж. Сейчас, дайте, не принесу, а сейчас копирую. Скопирую в корневой пэккедж и назову его main. О, прекрасно. Да, и уберу ввод из файлика. Здесь сделаю system.in. И уберу вывод времени работы вот здесь в конце. О, прекрасно. Выберем язык jv8. Ну попробуем. Так, что-то не зашло. Ага, говорят, что мы забыли вывести код символа A. Действительно, тот частный случай мы обработали не совсем хорошо. Действительно, ошибочка. Давайте ее исправим. Где мы там обрабатываем частный случай? Да, логично. Здесь, когда мы строим build коде, он заодно выводит нам коды. А здесь мы просто его присвоили или не вывели. Давайте для простоты здесь сделаем тоже build коде. Вызовем. Только от символа 0. Он его присвоит равную 0 и заодно его выведет. Давайте, прежде чем посылать, проверим, что это работает. Запустимся. Нет, не работает. Надо что-то немножко хитрее делать. А, я не тот вызвал. Я исправил не в том месте. Мы же теперь считываем из клавиатуры. Я исправил main, но не исправил. Сейчас, секунду. Да, вот теперь выводится значение кода символа A. Давайте попробуем еще раз это послать. Так, исправилось, исправилось. Так, давайте пробуем еще раз. Справим нашу программу. Выберем язык jv8. Запустим сюда. Отправим. Так, как оно значит, что оно прошло? Нет. Проманавить страничку. Так. О, отлично. Все заработало. Поздравляю. Мы написали кодирование Хаффмана. На этом мы заканчиваем разговор про жадные логоритмы. Мы посмотрели задачу о непрерывном рюкзаке, задачу о кодировании Хаффмана. Дальше нас ждет еще много интересного. Приходите. До свидания. До новых встреч. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова